Вести Карачаева, Черкесия В Севастополе состоялся торжественный митинг-концерт своих «Не бросаем» в поддержку специальной военной операции президента страны и референдумов, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Спортсмены из Карачаева, Черкесии стали победителями-призерами межрегиональных соревнований по легкой атлетике «Золотая осень» в Нальчике. Итак, к главным новостям. В Севастополе состоялось открытие единого центра кавалерии и кинологической службы управления МВД. В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, начальник управления МВД России по Севастополю генерал-майор Павел Гищенко и приглашенные гости. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова для конной полиции города Севастополя было выделено 18 лошадей карачаевской породы. Это первый центр на всем Крымском полуострове. В нем созданы все условия для жизни и тренировки служебных животных. Сейчас центр насчитывает 26 вольеров для служебных собак и конюшню, рассчитанную на 25 лошадей кавалерийского взвода. В настоящее время в ядро кавалерии вошли первые 18 лошадей. На открытии состоялось показательное выступление кавалеристов и кинологов, сотрудников спецподразделений управления МВД с применением стрелкового оружия, воспитанников конного клуба имени генерала Якова Бакланова. Также прошла церемония открытия скульптурной композиции «Лошадь и собака». В поселке Медногорском у Рубского района состоялся торжественный митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции президента России Владимира Владимировича Путина и референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Атаман Медногорского станичного казачьего общества Роман Таранов в своем выступлении подчеркнул важность проведения мероприятия. «Мы должны своим примером показать подрастающему поколению, что такое патриотизм и любовь к Родине, поэтому в мероприятии принимают участие много молодежи. Наши бойцы защищают интересы страны, а наш долг их поддержать. Мы горды тем, что воспитали таких достойных сынов Родины», — сказал Таранов. В рамках мероприятия состоялся торжественный митинг и танцевальный флешмоб. Участие в нем приняли жители и гости Урупского района. В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей нацпроекта здоровья в Ногайскую центральную районную поликлинику поступили передвижной медицинский комплекс и новый санитарный транспорт. Появление в автопарке автомобиля «Ладогранта» значительно облегчило работу участковой службы, уменьшило время ожидания врача тяжелобольными и маломобильными пациентами и позволило обслуживать больше вызовов. Санитарный автомобиль будет служить врачам и пациентам для самых разных целей доставки пациентов из отдаленных населенных пунктов на диспансеризацию или лечение медработников до места жительства пациентов, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований. Ранее в поликлинику поступил передвижной медицинский комплекс «Офтальмология» для комплексного обследования зрения и подбора очков. В Архазе состоялась конференция от травматологов-ортопедов. На конференции выступило более 20 спикеров, в их числе специалисты из Москвы и ведущие врачи регионов СКФО. На конференции не обошли вниманием и проблемы, актуальные для Карачаева-Черкесии. Были затронуты самые разные направления, от особенностей сопровождения больных до организации. В Карачаево-Черкесии – травматолога-ортопедической службы. По итогам конференции докторов из регионов Северного Кавказа пригласили в Москву на бесплатной основе повысить знания. В Усть-Джигуте состоялось торжественное открытие мечети. Мечеть начали строить менее полугода назад. И вот сегодня мы принимаем участие в торжественном открытии, рассказал имам Усть-Джигутинского района Анзор Каракетов. Здесь сделано все для удобства людей. Мечеть построена во благо общества и из лучших побуждений. Мы счастливы, что в нашей республике появилось еще одно место, куда люди смогут прийти и помолиться. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации грантовых проектов Ростуризма появится шесть новых пляжей. Сумма грантовой поддержки варьируется от 3 до 10 миллионов. В зависимости от направления пляжей появятся в поселке Нижний Архыс, у озер Софийская поляна, Каракель, в ауле Тиберда, а также у водных объектов региона в разных населенных пунктах Карачаева-Черкесии. Поддержка проектов в сфере туризма будет осуществляться в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Жители Черкеска путем онлайн-голосования выбрали объект для благоустройства. Более 60 голосов было отдано за территорию Малого пруда в парке «Зеленый остров». На обсуждение горожан было выставлено три территории, одна из которых при условии победы в конкурсе малых городов будет благоустроена, а это Малый пруд в парке «Зеленый остров», аллея по улице Даватора, сквер в районе РТИ. В выборе общественного пространства участвовали горожане самых разных возрастов, социальных статусов и профессий, в том числе педагоги, медработники, жители с ограниченными возможностями здоровья и старшего возраста, предприниматели, школьники и студенты и другие. Вместе с мэрией Черкеска Центр «Мой бизнес» будет заниматься реализацией проекта по благоустройству Малого пруда. При этом учитываются пожелания горожан, комментирует заместитель директора Центра «Мой бизнес» Ринат Хатуаев. Граждан прошу активно участвовать во всех опросах. Они размещаются в соцсетях мэрии, на всех их официальных ресурсах. И суть конкурса такова, что при разработке каких-то архитектурных решений или конкретно места, где это будет делаться, в первую очередь учитывается мнение горожан. Это и является критерием оценки для Минстроя, поэтому просьба всех максимально поддерживать этот проект. Вокруг Малого пруда сделать зону променада со скамейками, освещением, урнами и всем, что необходимо. Также планируем установить зиплайн. Мы знаем, что зеленый остров у нас, скажем так, в низменности находится, и от частного сектора на перепаде высот можно сделать зиплайн. Также летний кинотеатр с экраном с одной стороны озера и посадочными местами. Это будет такой пирс, несколько уровней, где можно будет сидеть и смотреть кино. Конечно же, санитарная зона. И благоустроить нашу спортивную площадку волейбольную, там, где песчаный у нас такое покрытие. У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фиксированная выплата к пенсии. Повышение было предусмотрено Федеральным законом о страховых пенсиях, комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. Напомним, для лиц, являющихся получателем страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, Федеральным законом о страховых пенсиях предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты. С 1 января 2022 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 564 рубля 31 копейка. Есть исключение. Инвалидам первой группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и позже уже не пересчитывается. Важный момент. При достижении возраста 80 лет обращаться за указанным перерасчетом не нужно. Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. В Карачаево-Черкесии продолжаются профилактические мероприятия против такого опасного заболевания, как бешенство, о том, как защитить себя и своих питомцев. От этого заболевания расскажет заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Аюбкаблахов. Какие необходимые профилактические мероприятия проводить на сегодняшний день по борьбе с бешенством? В первую очередь, это мероприятия, которые направлены на снижение численности лис путем отстрела лис, волков. Второе, поголовная иммунизация кошек и собак, которые находятся у населения, которые обязательно должны состоять на учете в Государственной ветеринарной службе. Третье, это проведение разъяснительной работы среди населения, такие как проведение сходов граждан, расклеивание листовок, пометок в местах массового скопления людей, выпусками на телевидении видеороликов с разъяснением об опасности данного заболевания. И четвертый маловажный факт, который нужно проводить, это уменьшение бродячих собак. Бродячие собаки тоже несут угрозу в себе. И, как мы знаем, бродячими собаками, животными считаются те животные, которые находятся на улицах без ошейников, без чипов. И тоже немаловажную роль играет вакцинация плодоядных животных, которые находятся в дикой среде. Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД по Усть-Джикутинскому району задержали Ладу Приора, за рулем которой находился 31-летний житель Тиберды в состоянии наркотического опьянения, будучи ранее лишенным водительского удостоверения. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. По фактам незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено два уголовных дела. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Малокарачаевскому району на северной окраине Учкикена задержали 37-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у него был обнаружен изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения массой более 170 граммов. Кроме этого, сотрудник полиции Хабистского района на южной окраине Альбердуковского остановил автомашину «Газель». У пассажира был изъят полимерный пакет с веществом каннабис массой более 800 граммов. В Карачаево-Черкесии возобновилась всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Приоритетным направлением работы штаба акции является оказание помощи военнослужащим и их семьям. Штаб акции взаимопомощи «Мы вместе» развернут на базе ресурсного центра развития добровольчества. Основной задачей является оказание помощи военнослужащим, мобилизованным гражданам и их семьям. Работает горячая линия по номеру 122, куда можно обратиться по всем вопросам, связанным с данными категориями граждан. Также в штабе принимают обращения от жителей, которые хотят внести свой вклад и оказать помощь семьям военнослужащих и мобилизованных. Региональный штаб акции «Взаимопомощи. Мы вместе» находится по адресу. Город Черкесск, улица Интернациональная, 63. Телефон горячей линии 122. Жители Карачаева Черкесии могут принять участие в конкурсе на развитие туристических сувениров. Прием заявок на конкурс в поддержку туристических сувениров открыл Ростуризм. По итогам приема заявок будет сформирован каталог творческих работ участников конкурса. Он проводится в пяти номинациях. Лучший мастер резного искусства, лучший мастер кожевинно-мехового промысла, мастер креативного промысла, лучший арктический арт-проект, лучший мастер гастрономического сувенира. К участию приглашаются представители Организации индустрии туризма и гостеприимства сувенирной гастрономической и смежных индустрий народно-художественных промыслов. Участие в конкурсе бесплатное. Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе, а полуфиналисты и финалисты, дипломы, сувениры и денежное вознаграждение до 75 тысяч рублей. Подробная информация и положение доступны на сайте city.russia.travel.конкурс «Арктика». Во Дворце культуры города Черкеска в следующую пятницу, 14 октября, пройдет концерт сводного хора Никольского собора и Покровской церкви. Концерт посвящен сразу двум датам – столетию Карачаева Черкесии и 120-летию со дня второго освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Черкесске. В программе «Духовные и богослужебные песнопения» – это уже второй большой концерт сводного хора Никольского собора и Покровской церкви. Вход на концерт по билетам. Билеты можно бесплатно получить в свечной лавке Никольского собора и Покровской церкви. Концерт пройдет при поддержке администрации Черкеска, 14 октября, в 18.00, во Дворце культуры, по адресу улица Гутикулова, 2. Вышел в свет фильм о нагайцах Северного Кавказа «Народы России. Наследники Ногая». Это документальная кинолента об истории и современности нагайцев, проживающих в разных регионах. Героями фильма выступили выдающиеся историки, художники и музыканты, спортсмены, общественные деятели нагайского народа. Съемки проводились в Москве, в Дагестане и в Карачаево-Черкесии, а также в Ставропольском крае и Чечне. Участие в съемках фильма приняли и представители астраханских нагайцев. Фильм размещен на всех известных видеоплощадках в интернете. Авторы проекта – автономная некоммерческая организация «Лаборатория общественных проектов». Они планируют выпустить документальные ленты и о других народах Северного Кавказа. В Черкесске в рамках нового партийного проекта «Единая Россия за самбо» прошла открытая тренировка для воспитанников спортивных школ республиканской столицы. Проект направлен на привлечение детей и подростков к занятиям уникальным отечественным видом спорта – самбо – и на его внедрение в школы. Он будет реализован более чем в пяти тысячах залах по стране. Предусмотрено открытие новых секций и спортзалов, обучение тренеров, проведение уроков самбо в школах. Открытую тренировку провел мастер спорта России международного класса. Главный тренер сборной Карачаева-Черкесии по самбо Белял Байчоров. Со всех залов собираемся и совместную тренировку проводим. Самбо мне больше нравится из-за того, что он наш отечественный вид спорта. И спортсмен, который занимается самбо, он может за себя постоять, за своих близких постоять. Всего в Карачаево-Черкесии самбо занимается около 300 детей и подростков. Министерство просвещения России прорабатывает предложение о введении самбо третьим уроком физкультуры в школах. Данный вид спорта станет доступнее для большего числа детей. Спортсмены из Карачаева-Черкесии стали победителями и призерами межрегиональных соревнований по легкой атлетике «Золотая осень» в Нальчике. В турнире приняли участие 10 команд спортивных школ Северного Кавказа. Спортсмены Черкесии, воспитанники спортшколы номер 3, продемонстрировали высокие результаты и завоевали 6 медалей различного достоинства. Ребята привезли в Карачаево-Черкесию 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. Тренером спортсменов является Татьяна Пудакова. Это все основные новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаева-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. До новых встреч!